Добрый день, это Бета Сайко, и сегодня я представлю историю Илберса в формате наших свитков. Илберс является гильдмастером, наверное, в самой большой сети гильдий Этериус на европейском сервере The Elder Scrolls Online, насчитывающей 4 социальных гильдий за каждые из трёх альянсов и 2 специализированных PvP-ячейки за Пакт и Коминант. Серьёзную PvE-гильдию для покорения сложнейших триалов, отдельную гильдию для дизайнеров домов и одну из богатейших торговых гильдий на европейском сервере. Для тех же, кто после интервью захочет вступить или узнать побольше о сообществе Этериус, я оставлю ссылку на их сайт в описании к ролику. Ну что ж, поехали! Собственно, первый вопрос. А как ты вообще попал в The Elder Scrolls Online? Ну, я до этого играл тоже в другую игру, стрелялку, она вроде не ММО, но тоже там нужно живое общение. Там игрались, тоже был свой клан. Всем я рассказывал, что я любил очень готику играть. Пара моих друзей говорит, а вот есть такая игра появилась, она только-только вышла недавно. Вроде бы неплохая. И тоже ММО-РПГ, и тебе она точно понравится. Ну и, короче, затащили они меня вот в ТЭС. И мы, в общем-то, и рад, конечно. Игра очень хорошая, интересная. Хорошо. И вот, соответственно, тебя затащили в ТЭС. Какого тогда первого персонажа ты создал? Чего ты отталкивался? Каким ты его видел на тот момент? Учитывая, что я играл в Готику, естественно, это было паладины, там, наемники, там, маги, да? Ну и вот отсюда я оттолкался. Паладины, маги, да? Зайдя в ТЭСа, я в первую очередь кто? Ну, смотрю, написано Сорсера. Ну, английским я не совсем был в ладах. Смотрю, Темплар. Ну, Темплар вроде быт, вроде бы какой-то, какой-никакой, вроде паладин, да? Ну, все, вот, естественно, мой выбор. А так как я вроде восточной внешности человек, естественно, я выбрал Ренгарда. Я тогда понятия не имел, что оказывается расовые пассивки как-то влияют на способности персонажа. Ну, естественно, я выбрал Ренгарда и играл, естественно, магическим Темпларом. И начал, кстати, играть на американском сервере. Потом я узнал через своего знакомого, земляканного сибирца, Бабилона. Оказывается, есть европейский сервер, где много-много русских. И вот потом я там до третьего ветерана докачал своего персонажа. Бросил там все и вот пришел сюда, на европейский. Начал заново тут. Ну, правда, тут уже начал, конечно, тоже был первый персонаж Темплар, но второй мейн уже был сорок, конечно. То есть сейчас твой основной персонаж это уже непосредственно сорсерер, он же волшебник. Да, мой основной персонаж это, конечно, сорка. Он у меня все стили знает, все, я им играл долгое время. Но все равно меня тянуло, конечно, все-таки на Темплара. Все-таки, как-никак, он больше походит на паладина, да? Как бы ни было там, пускай копье, но оно вроде как роднее, чем посох. Вот. И я все равно, конечно, мейн у меня сорка, но играю я больше всего, конечно, Темпларом. Магическим Темпларом уже. Правда, того своего Редгарда я уже, конечно, расу переделал. Ну, конечно, в итоге я его сделал все-таки органиально. Ну, Бет, а еще хотел бы такой момент про классы, да, отметить. Я всеми классами любил играть. Ну, вот как-то так получилось, что мне вот понравились, вообще, очень нравились твои стримы. И вот, насмотревшись твоих стримов, я создал, кстати, вот увидел твоего персонажа, ДК, стамина, все. Мне так понравилось, вообще, как ты вообще играешь, воюешь, вообще-то все это делаешь мастерски. И думаю, все, я тоже создам такого перца. И, естественно, создал, конечно, правда, у тебя Норт, а у меня Редкард. Я создал такого ДКшку, назвал его Аладдином и быстренько прокачал его. Через две недели у меня персонаж был готов, со всеми Undaunted, все прокачал. Ну, естественно, конечно, не получилось. Естественно, надо уметь хорошо играть с ДК. Я пробовал им в ПВП, ну, как-то не зашло. Я все-таки Темпларом все-таки больше люблю играть. Поэтому он у меня сейчас переквалифицировался в танка и получился отличный, хороший танк. Вот это у меня, когда захожу на своего этого любимого танка, я всегда вспоминаю тебя, бля. Ну, хорошо, спасибо. Ох, захвалили меня. Что тебе больше всего нравится, точнее, как тебе больше всего нравится играть? Одному или с товарищами, со знакомыми? Был начальный период, когда я играл один, один, ну, где-то год я играл один. Потому что я изучал квесты, потому что квесты — это нужно, в первую очередь, квесты. Познать лор игры, во-вторых, скиллпоинты. Ну, и просто побегать по-нубски, тогда же так. Познать территорию, персонажей, NPC, короче. Ну, в дальнейшем, когда уже создалась гильдия, естественно, тут уже я никогда не могу никуда один пойти. Всегда стараюсь ребят привлечь любое свое действие, сделать ивентом. И куда бы я ни пошел, постараюсь всегда людей привлечь, чтобы люди ходили и были заняты чем-то, чтобы как-то гильдии разнообразить событиями, расписание таким образом. Поэтому, в общем-то, один я никогда не бегаю, стараюсь как-то больше с ребятами. А что тебе больше всего нравится делать тогда с друзьями? То есть это вы ходите в Сиродил или вы... Знаешь, все приходится делать. И в Триалы ходим, и Нормалы, и Ветераны, и в Сиродил, и в Имперку мы ходим. Ну, короче, везде. Везде. Ну, где только можно. Ну, учитывая, что больше всего влазит людей в Сиродил, поэтому чаще мы ходим, наверное, в Сиродил. А я знаю также, что у тебя большая коллекция домов, и ты, собственно, занимался там обустройством. Вот, насколько тебе этот процесс интересен? Дома, честно скажу, вначале я очень увлекался ПВЕ, потом мне очень нравилось ПВП. Состоял дом с Эмми, Шэдоу Лиг бегал, потом как-то в гильдии приходилось водить часто новичков по Сиродилу. А потом игра вот такое преподнесла, как домики. И, знаешь, честно скажу, меня очень увлекли домики. Я сам по себе работаю в мебельной сфере, и мне очень интересно, понимаешь, вот, именно тут много очень таких, таких дизайнерских решений, таких интересных, и мне вот интересно их расставлять, потому что мне даже по работе приходилось как-то вот именно людям подсказывать, помогать, как расставлять, по дизайну квартиры, да. И, в общем-то, тут тоже отражение в игре нашло, поэтому мне очень близко это, и поэтому мне очень интересно. Я очень люблю заниматься гильдхоллом, другими домами. Домов у меня штук 20, наверное, и стараюсь их как-то обставить вот. То, что, например, в жизни не получилось сделать, притворить уже тут. Ты, поскольку часто взаимодействуешь с игроками, вот когда ты сам вливался в игру, как быстро ты нашел то сообщество игроков, с которым ты стал взаимодействовать? Какие были твои первые шаги? В начале я играл с теми ребятами, к которым я пришел в игру, с друзьями, да, с ними докачался до капа. В общем-то, с ними все квесты проходил, я начал общаться с ребятами из бандитов. Ну, я уже состоял в то время, как неосознанно я состоял уже там уже. Меня приняли, когда проходил квесты, начал проходить там с ними, всякие там триалы с ними ходил. Потом где-то я там, наверное, годик поиграл в бандитах и уже основал свою гильдию. Тут уже, конечно, у меня образовался очень большой круг друзей. Во-первых, у меня был очень хороший друг Рейдис Филиус, с которым меня тоже друг познакомил Джека Кэп. Вот, и вот через посредство которого я и организовал-то Айтериус Гвард. Из Айтериусов очень много друзей. Там очень много новых появилось, которые вступили в АГ. Очень хорошие взаимоотношения. С самого начала у меня с Энной Марвеейной очень хорошие сложились. Очень хороший человек. Я вот хотел бы особо отметить про нее. Очень она мне помогла во многом в начале, под советами. Ну, в общем-то, я и так-то по работе, по жизни, я так-то уже, в общем-то, всегда работаю именно в части организаторской такой, и управляющей работой. Поэтому мне это очень сложно, ничего такого не было, в общем, в организации гильдии. Ну вот, в этом мне это помогло, и друзья мне как-то тут тоже помогали, которые пришли со мной и очень много сделали положительного в плане организации всяких ивентов. Вот с ними продолжаем до сих пор играть. Кто-то ушел, кто-то остался, кто-то новый появился. На данный момент ты вообще возглавляешь всю сеть Этериус. Как, собственно, это произошло, что ты человек из вне, который присоединился к Этериусам, сейчас возглавляешь всю эту сеть гильдий? Да, с Этериусом много хороших ребят, очень много хороших ребят, достойных. Но так получилось, что я как-то очень близок с Энной Марвеейной был. У меня очень большое игровое время, да, я много времени посвящаю игре. Да и потом мне очень интересны вообще все процессы, происходящие в Этериусе. Мне совершенно не безразлично, я всегда стараюсь. Помогал, по крайней мере, прежней администрации Этериус Эйд во всем старался как-то помочь. Они мне помогали, я им как-то, мы вместе работали, все. Ну, когда вот уже Лу-Луэна решили немножко отдохнуть, они вот предложили или попросили как-то, предложили, наверное, мне остаться старшим здесь. Ну, на что я согласился, потому что я очень хочу дальше помогать, развивать и сделать как можно лучше для Этериуса, для красного отделения, для желтого, для синего. Мне вот, например, все отделения абсолютно, хоть я играю, конечно, у меня все 15 персонажей синие, но я абсолютно, так сказать, хорошо отношусь и к желтым, и к красным, потому что они все являются частью Этериуса. И мне очень приятно будет, если, например, и красное отделение, и желтое, наравне с синими, все будут одинаково хорошо играть во всех сферах Теса. То, будь ПВЕ, или ПВП, или социальные части, то что я, вот, в общем-то, наверное, поэтому и на меня пал выбор. Новички, которые приходят в игру, почему им стоит обратить внимание на гильдию Этериусов? Что гильдия может дать этим самым новичкам? Ну, гильдия Этериус, в общем-то, гильдия разноплановая. Если касается ПВЕ, то, в общем-то, у нас очень хорошо развито направление, учебное направление, и нормальные триалы, и ветеранские триалы. Если человек хочет дальше развиваться, он может пойти, у нас есть Этериус Конкуиста, где ребята собраны уже более опытные, которые закрывают триалы в режиме Хардмота. Далее, что касается ПВЕ, это, мы, значит, в общем-то, рейды организуются за все альянсы, в имперский город, Сиродил. В ПВП. В ПВП, да, да, в Сиродиле, в ПВП, там, в имперском городе. Далее у нас оборудованы два гильдхола, так сказать, по последнему слову, техники. Одними из первых мы, кстати, вообще на европейском сервере это сделали. Собрали все станки, камни Мундуса, были собраны у нас. Это все, естественно, мы собирали все вместе, с всем Этериусом, так сказать. Все ребята помогали, принимали участие, поэтому вот мы и были первыми. Также у нас есть отличный свой сайт, полнофункциональный сайт. Также у нас ТС, пожалуйста, Дискорд. Так что человек, кто вступит к нам, он у нас обеспечен, можно сказать, всем и гайдами, и походами, общением в ТС. Так что, пожалуйста, в Этериусе всегда может для себя что-нибудь интересное найти. Люди уже не новички, но уже опытные игроки там, которые ищут какого-то развития, покорения хай-энд контента, будь то ПВЕ или ПВП. У них тоже есть возможности для реализации себя в Этериусах, я правильно понимаю? Ну, естественно, конечно. Мы, в общем-то, охватываем все стороны игры ТС, поэтому я думаю, если человек захочет, то всегда в Этериусах можно найти все. Какие значимые успехи сообщества в гильдии Этериусов ты можешь вспомнить? Ну, у нас, в общем-то, Этериус первыми вообще в мире прошли хардмод Санктума в январе 2015-го. Потом первыми среди русскоязычных гильдий закрыли ветеранской сложности МОЛ в мае 2016-го. Также они хардмод МОЛа закрыли среди русскоязычных гильдий первыми в октябре 2016-м году. Потом также среди русскоязычных гильдий мы первыми прошли хардмод, нет, по-моему, ветеранской сложности Хофф Хофф Фабрикейшн в июне 2017-го. Ну и у нас, в общем-то, наша гордость торговая, одна из трех богатейших торговых гильдий на европейском сервере Этериус Стрейд. Замечательно. Что для тебя означает сообщество игроков The Elder Scrolls Online? Как бы ты его охарактеризовал? Тут, конечно, много игроков разного плана. Ну и я скажу так, что больше, конечно, очень адекватных, хороших игроков превалируют такие более состоятельные люди, более интересные, которыми можно поговорить о чем-то. Кто-то, кто-то, даже если молодой, он такой уже более осмысленный игрок, а больше, например, игроков, примерно, моего порядка, да, кто-то постарше, кто-то помладше. Ну, всех отвечает, такое, знаешь, доброжелательность, отзывчивость вообще в Тесса. Даже вот в чате, когда играешь в локациях, видишь, да, например, кто-то кричит, там, помогите, там, по-английски, по-русски, обязательно кто-то найдется, кто откликнется, поможет, в общем-то, оно везде так, вот, в Тесса, и в гильдиях тоже, и я вот, например, очень много нашел друзей, именно в Тесса, с которыми я общаюсь сейчас, и мы, честно сказать, как-то, знаешь, даже не пообщаешься с ними, как-то уже как-то не то, заходишь быстрее в Тесс, чтобы быстрее пообщаться, поделиться с чем-нибудь, так что Тесса для меня очень такой важный момент в моей жизни стал на данный момент, так что я рад, что в Тесса такие люди хорошие. А какое твое самое лучшее, любимое воспоминание о взаимодействии с игровым сообществом? Честно скажу, так получилось, что мы как-то друзьями начали, ну, когда только Айтериус Гвард основали, то, в общем-то, собрался очень хороший пул ПВЕ игроков у нас, и они все были моими друзьями. Француз, Самоэль, Миру, Драгнил, там было много хороших ребят таких, и я, честно говоря, с ними вместе играли, было очень интересно, мы закрывали ветеран мола, и, в общем-то, вот, и всегда момент, именно когда мы, тот момент игры, когда мы закрывали этот мол, месяца два, по-моему, я всегда вспоминаю, всегда, всегда, для меня это, как-то, до сих пор это, мы даже с друзьями, когда соберемся, то вспоминаем, как мы это делали, всегда в теплоту вспоминаем тот момент. А что, вы тогда не поругались в тот момент? Да нет, что, у нас какая ругань, мы, наоборот, всеми силами старались закрыть, сделать, работать, поэтому вряд ли, там ни дорога не было, наоборот, старались друг другу, помогали, как могли. Просто по себе знаешь, что когда пытаешься что-то очень сложное закрыть, и если это еще не получается большое количество времени, то очень много можно узнать о себе от близких друзей, понятно, но это потом забывается, конечно, все, но в тот момент. Нет, ты знаешь, да, это, видишь, много чего, бета, многое зависит от РЛа, а у нас РЛом тогда был француз, и, честно скажу, как РЛ, он очень доброжелательный, и, в общем-то, всегда подскажет, поможет, знаешь, и атмосфера у нас была такая, знаешь, нормальная, он, правда, он немножко такой деспотичный был, ну, заставлял нас чего-то делать, там, может, нам что-то не нравилось, но мы все равно это делали, потому что мы понимали, что это нужно делать. И ради достижения цели, в общем-то, мы, скрипя за бами, ну, мы делали это, и, в общем-то, успех был. Ты уже упоминал, что ты работаешь в сфере, связанной с мебелью, и занимаешь руководящие позиции. Какие знания и навыки из реальной жизни помогают тебе в игре? Ну, вначале, когда я работал в розничной сети, я, вот, действительно, занимался дизайном, больше, ну, с менеджерами занимался, помощь им оказывал в дизайне каких-то там квартир, да, потом, когда уже в производстве я работал, то тут уже непосредственно я занимался дизайном мебели. В игре, получается, в общем-то, я тоже, получается, ГМом, и там, и тут, в общем-то, у меня примерно одно и то же. Прихожу сюда, здесь, в домике, прихожу на работу, там, мебель, прихожу домой, в общем-то, сажусь за игру, и, в общем-то, тут тоже нужно как-то прикладывать какие-то свои умения, находить общий язык с разными людьми, чтобы построить взаимоотношения с людьми, чтобы гильдия нормально функционировала, да. В общем-то, оно неразрывно все друг с другом связано, и там, и тут, в принципе, процессы одинаковые, только в игре это игровой процесс, а в жизни это жизненный процесс, наверное. Вот так вот. Вот и подошло к концу наше интервью, но не история Илберса в The Elder Scrolls Online. Надеюсь, что вам было интересно и полезно. А я напомню вам, что сейчас проходит конкурс с историей нашей свитки, и будет замечательно, если вы поделитесь своей историей. Работы принимаются до 16 декабря. Ссылку на подробное описание конкурса я указал в описании к ролику. Ну, и на этом будем прощаться. Интервью брал Давакин с двуручом Бита Сайко. Свою историю рассказывал гильдмастер сообщества Этериус. Меня зовут Илберс, и это наши свитки. И мы желаем вам всего доброго, успехов и пока!